Дорогие учащиеся, пожалуйста, уберите мобильные телефоны, отвлекитесь от внеучебных дел, приготовьте рабочее место и письменные принадлежности, отнеситесь с пониманием и уважением к труду учителей, записавших для вас этот видеоурок. Желаем вам успехов! Добрый день! Мы начинаем урок геометрии. Сегодня на уроке мы разберем решение задач на вычисление длин, а также решение задач номер 25 вариантов ОГЭ. В треугольнике АВС угол С равен 90 градусов, угол А – 30, АВ – 40, найти ВС. Воспользуемся свойством прямоугольного треугольника. Катет, лежащий против угла в 30 градусов, равен половине гипотенузы. Значит, катет СВ равен половине гипотенузы АВ и равен 20. В треугольнике АВС угол С равен 90 градусов, угол А – 30 градусов, АС равно 34 корня из 3, найти АВ. Вспоминаем определение косинуса угла. Косинусом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение прилежащего катета к гипотенузе. Значит, косинус 30 градусов равен отношению АС к АВ. Подставив данные задачи, мы получим, что АВ равно 68. В треугольнике АВС угол С равен 90 градусов, угол А равен 60 градусов, ВС – 50 корней из 3. Найти АВ. Нам известен угол и противолежащий катет. Вспомним определение синуса. Синусом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего катета к гипотенузе. Значит, синус угла 60 градусов равен отношению катета СВ к гипотенузе АВ. Подставив данные и выразив отсюда АВ, мы получим, что АВ равно 100. В треугольнике АВС угол С равен 90 градусов, угол А равен 60 градусов, АВ равно 52. Найти АС. Найдем угол В. Острый угол прямоугольного треугольника равен 30 градусов. Воспользуемся свойством прямоугольного треугольника. Катет, лежащий против угла в 30 градусов, равен половине гипотенузы. Значит, СА равно половине АВ. Это есть 26. В треугольнике АВС угол С равен 90 градусов, угол А равен 30 градусов, АВ равно 36 корней из 3. Найти высоту СН. Рассмотрим треугольник АВС. Поскольку это прямоугольный треугольник и угол А у него 30 градусов, то по свойству прямоугольного треугольника СВ будет равно половине АВ, то есть 18 корней из 3. Рассмотрим треугольник СН. Это прямоугольный треугольник, в котором угол В 60 градусов. Значит, угол АВС будет равен 30 градусов. Используя свойства прямоугольного треугольника, мы найдем, что ВН равно половине СВ и равно 9 корней из 3. Применив к данному треугольнику теорему Пифагора, мы найдем, что СН равно 27. В треугольнике АВС угол А равен 45 градусов, угол В равен 60 градусов, ВС равно 6 корней из 6. Найти АС. Нам известна сторона и два угла. Вспомним теорему синусов, которая гласит, что стороны треугольника пропорциональны синусам противолежащих углов. Нам известна сторона ВС. Значит, запишем данное отношение с использованием этой стороны. Получим, что отношение СВ к синусу угла А равно отношению АС к синусу угла В. Подставив известные нам величины в данное равенство, мы найдем, что АС равно 18. В треугольнике АВС известны АВ равно 5, ВС 7, АС 9. Найти косинус угла АВС. В треугольнике нам известны три стороны. Вспомним теорему Пифагора. Теорему косинусов, которая связывает три стороны треугольника. Квадрат любой стороны треугольника равен сумме квадратов двух других сторон без удвоенного произведения этих сторон на косинус угла между ними. Поскольку нам нужно найти угол АВС, то мы запишем данную теорему относительно стороны АС. И получим, что АС квадрат равно сумме квадратов двух других сторон минус удвоенное произведение этих сторон на косинус угла АВС. Подставив известные нам числа, мы выразим отсюда косинус угла АВС, который будет равен минус 0,1. Сторона правильного треугольника равна 36 корней из трех. Найти радиус окружности, описанный около этого треугольника. Вспоминаем свойства правильного треугольника. Радиус окружности, описанный около правильного треугольника, равен А деленное на корень из трех. Подставив сюда длину стороны, мы получим, что радиус равен 36. Радиус окружности, описанный около правильного треугольника, равен 56. Найти высоту этого треугольника. Сторона правильного треугольника равна R корней из трех. Поскольку нам известен радиус, мы найдем сторону АВ, которая будет равна 56 корней из трех. Найдем отрезок АН, который будет равен АС деленное на 2, то есть 28 корней из трех. Применим теорему Пифагора для треугольника АНВ и выразим отсюда АНВ, которое будет равно 84. В треугольнике АВС ВС равно корень из 145. Угол С равен 90 градусов. Радиус окружности, описанный около этого треугольника, равен 8,5. Найти АС. Вспоминаем, что гипотенуза прямоугольного треугольника, вписанного в окружность, в два раза больше радиуса этой окружности. То есть АВ равно 17. Используя теорему Пифагора для данного прямоугольного треугольника, мы найдем, что АС будет равна 12. Рассмотрим решение задач номер 25, в которых необходимо доказать то или иное утверждение. В окружности с центром в точке О проведены две хорды – АВ и СД, так что центральные углы АОВ и СОД равны. На эти хорды опущены перпендикуляры ОК и ОЛ. Докажите, что ОК и ОЛ равны. Рассмотрим данные треугольники. Страна АО, ОБ, ОС и ОД равны как радиусы одной окружности. По условию угол АОВ равен углу СОД. Значит, эти треугольники равны по двум сторонам и углу между ними. Из равенства треугольников следует равенство всех элементов, а именно равенство высот ОК и ОЛ. Итак, высота ОК равна высоте ОЛ, что и требовалось доказать. Докажите, что прямая, проходящая через точки пересечения двух окружностей, делит пополам общую касательную к ним. Выполним чертеж. Построим две окружности, которые пересекаются в точках А и В. Общая касательная МН. Точка К – это точка пересечения А, В и касательный МН. Из точки К проведена касательная КН и хорда АВ. По свойству хорды ИК касательный мы получаем, что КН в квадрате равно произведению КА на КБ. Рассмотрим маленькую окружность. К ней также проведена касательная и секущая. И получаем, что КН в квадрате равно КА на КБ. Правые стороны равенства равны, следовательно, равны и левые. Значит, квадраты отрезков КМ и КН равны отсюда, и сами длинные отрезков равны, что и требовалось доказать. На стороне АС треугольника АВС выбраны точки Д и Е, так что отрезок АД равен отрезку СЕ. Оказалось, что отрезки ВД и ВЕ также равны. Доказать, что треугольник АВС равнобедренный. По условию задачи ВД равно ВЕ. Значит, треугольник ВДЕ равнобедренный. По свойству равнобедренного треугольника углы при основании равны. То есть угол ВДЕ равен углу ВЕД. Поскольку эти углы равны, то равны и смежные с ними углы. АДВ, СЕВ. Рассмотрим треугольник АВД и треугольник СВЕ. АД равно СЕ по условию. ВД равно ВЕ также по условию. Угол ВДА равен углу ВЕС, поскольку мы только что доказали это в первом пункте. Следовательно, данные треугольники равны по двум сторонам и углу между ними. Из равенства треугольников следует равенство всех их элементов. То есть сторона АВ равна стороне СВ. Значит, в треугольнике АВС стороны АВ и СВ равны. Значит, этот треугольник равнобедренный, что и требовалось доказать. В параллелограмме АВСД проведены перпендикуляры ВЕДЕ к диагонали АС. Нужно доказать, что четырехугольник ВФДЕ – параллелограмм. Рассмотрим треугольник АВЕ и СДФ. Прямоугольные треугольники, в которых сторона АВ равна стороне СД по свойству параллелограмма. Угол ВАЕ равен углу ДЦФ как накрест лежащие углы при параллельных прямых ВЦАД и секущей СД. Угол ВЕА и СФД прямые по условию. Значит, данные треугольники равны по гипотенузе и острому углу. Из равенства треугольников следует равенство их элементов. То есть отрезок ВЕ равен отрезку ДФ. Рассмотрим теперь треугольники ВЕФ и ДЕФ. Отрезки ВЕ и ДФ у нас равны. Мы только что это доказали. Отрезок ЕФ общий для этих треугольников. Угол ВЕФ равен углу ДФЕ. Это прямые углы. Значит, треугольник ВФЕ равен треугольнику ДЕФ по второму признаку равенства треугольников. Из равенства данных треугольников следует равенство сторон ВФ и ДЕ. Мы получили, что в четырехугольнике ЕВФД противолежащие стороны ВЕ и ФД равны, и ЕД и ВФ также равны. Значит, этот четырехугольник – параллелограмм, что и требовалось доказать. Середины сторон параллелограмма являются вершинами ромба. Докажите, что данный параллелограмм – прямоугольник. Итак, ЕФКХ – это ромб. Нужно доказать, что АВЦД – это прямоугольник. Рассмотрим треугольник АЕХ и БЕФ. В этих треугольниках БЕ равно АЕ, поскольку Е – середина отрезка. БФ равно АХ. Как половина, поскольку ЕФ и АХ – середины сторон. ЕФ равно ЕХ, как стороны ромбы. Значит, треугольник БЕФ и АЕХ равны по трем сторонам. Из равенства треугольников следует равенство их элементов, то есть равны их углы. Значит, угол А равен углу Б. А угол ФБА и угол ЕАХ – это внутренние односторонние углы при параллельных прямых ВС, АД и секущей АВ. По свойству внутренних односторонних углов их сумма равна 180 градусов. А поскольку эти углы равны, значит, каждый из них по 90 градусов. Таким образом, мы получаем, что АВСД – это прямоугольник. На этом урок закончен. Спасибо за внимание. Желаю всем успехов на экзаменах. Приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон»